Песня 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 Это чистое для этого. Это чистая для этого. Это питание. Это питание. Вот же я питание. Это тоже. Это журку. Мы же как-то давно давно не сели. Ааа. Такие там есть, но у меня есть. Кто же? Угу. Сейчас, сейчас. В этот день собрались мы для радости. В этот день собрались мы для радости. И для славы Господа, друзья, пусть любовь горит над нами радугой, прославляйте всех любовь Твоя Царь. Кто же в этом остается виноват, кто же будет горько слезы ли, что сегодня некоторых не вред нас, а на вредника. Я голубей привезли, голубенка нашел, голубенка нашел. Примите. Средиземы голубенок такой черненький. Голубей привезли, голубей привезли, голубей привезли. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Продолжение следует... 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 Один раз, говорит, разъедая себя на святейшей вере, Иуда пишет. И у Маковейска читает, святейшее место сия, храм. Все. А сегодня святейший патриарх, святейший. Я спрошу, а это слово святейший поможет ему, Суде Божьем? Ну, он там прекрасно знает слово святой. Превосходная степень, значит. Первый. Святее, святейший. А то на самое высшее уже, дальше некуда. А как это? Ну, супер святейший. Что-нибудь угодно. И они свободно принимают эти названия. А слово, данное апостолом Павлом, святые, нарекает их как. Это наивысшее звание. Я святой, больше ничего не надо. Я искупленный. Место в районе, говорит, Господь приготовил. То есть это слово святые нужно понимать именно как искупленные крови Христа. Да. А не то, что достигшие святости. А ты пониже сядь надо, и на уровне случается в обретении этой святости, в обретении духа, в стяжании духа святого, по словам Серафима Саровского. Да. Вся жизнь должна быть положена именно на это, на стяжание духа святого, на стяжание святости этой. То есть мы по названию, по именованию, по жертве Христовой мы святые. И поэтому объединяются и скажут, кто мы, говорит, а мы святые из такой общины. Святые. Они говорят, а мы грешные и многогрешные. Мы уже не совместим. Что вообще у тьмы со светом? Они видят в этом самоуничижение, смирение, а мы, видимо, в этом неискупленность во Христе. Да дело-то в том, что Игнатий, это смирение, это только на лже-смирение. Да. А там только на словах смирение. И нередко мы это и в нашей общине тоже видим. Когда о себе говорит, о себе говорит сестра, ой, да я червь негодный, а только стоит слово какое-нибудь сказать, просьб, вот там такое войдет. Ну, в монастыре уже было, как он, я грешный, многогрешный. А наставитель, когда шли все на обед, он до него очень, да ходит он, заходит, он наставит, а ты куда идешь? Как куда обедать? Да тебе не положено грешно, а чем я хуже других? А до этого считал, самый грешный, мне равный грешник, а нет, первый в мире грешник, наименьший брат. А когда они пустили в столовую, а чем я хуже других? Вот тут и вспомнишь о законе. Давай еще раз повторим при всех. Вот твой поручитель. Он говорит, а что я с ним сделаю? То есть он отказывается тебя вести. Приходится мне тебя брать. Я тебе сказал, обедаешь вместе со всеми, и со стола выходишь вместе со всеми. Ты согласился. Второй вариант, если ты не соглашаешься, значит, остаешься без обеда. Без обеда сидишь ты тогда, и ты вовремя со всеми. Третье, значит, после службы сразу уходишь домой. Какой вариант ты берешь для себя? Слово твое я закрепляю сейчас. Слово мамень. Говори. Первый вариант, тут обедаешь, на занятиях, но вместе со всеми. Вместе с ним, вышел, уже на кухне нигде доедать не будешь, как в этой комнате. Второй вариант, значит, не обедаешь, просто сидишь на занятиях ждешь. Третий, по службе прошла, и сразу уходишь домой. Какой тебе вариант подходит? Первый. Первый. Ну, ты сообразительный. Он мимо рта не пронесет. Так, если это так, как только ты нарушишь, так переходишь сразу на вторую ступень. Хоть раз тебя заставлю, еще отдельно где-то. Значит, переходишь на второе. Это без обеда сидишь. Дома пообедаешь. А как только ты что-то здесь начнешь, в прикуску хватать горе свое, переходишь на третье. После службы сразу уходишь домой. Ты согласен? Согласен. Скажи точно, я согласен. Согласен. Вот все. Ты слышал? Слышал. Скажи аминь. Аминь. Я думаю, что у вас зубов не больше, чем у него. Однако... Все позади меня. Успеваете все съесть. Кого успевают? Так я уже за компьютером сижу, вместе садимся, а они все-таки ко второму приступают. Вася. Я один раз это высказал, вон сзади Вася сидит там. А ну, я знаю, что еще бестолку говорит. Гляжу, на следующий день я за стола вышел, а ты что? А я уже поел. Как он успел? Прямо мгновенно. Проротил. Это при желании человек может. Он все так, у него все такое идет, как-то медленно. Но мне это не подходит. Вот Вася был у нас, приехал картошку копать. Нам идти надо, из-за стола его не можем вытащить. Он сидит, и сидит, и сидит, и можешь беседовать. Закончить его рукоположение, он даже не узнает. Женить его можешь, он даже не заметит. Главное, что он нашел тарелку. Я не хочу, чтобы ты таким был. А то будет брехоногое существо. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот от кого благодать-то должна быть. Да, благодать-то от кого? Не от епископа? Неизвестно, верующий или нет. От Господа Бога. Это я принимаю. Вот с этим объединением я согласен. Я соединяюсь. И благодать, она должна исходить через него, но не от него. Это разные вещи. То есть, когда мы склоняем голову и руки подставляем, батюшка благослови, батюшка благословляет, он только ему дана такая власть. То есть, ну, как бы своими словами подтверждать, что через него эта благодать не сходит. А не от воли этого священника или епископа, или патриарха зависит это. Это от воли Всевышнего зависит благодать. Читай дальше. Не задерживайся. Ну, а здесь только толкование дальше идет на этот стих. Прочитаем? Да. Что говорит нам все Филак Болгарский? Откуда? Так. Не просто всем находящимся в Риме, но возлюбленным Божиим. Он подчеркивает. Откуда же видно, что они возлюбленные? Из освящения. А святыми называет всех верующих. Прибавил же призванным, укореняя в памяти римлян благодеяние Божие и показывая, что хотя бы между ними находились и фонсулы, и префекты, но Бог всех призвал теми же с самым призванием, каким и простолюдинов, одинаково возлюбив и осветив вас. Не надо ничего добавлять. У православных такое сокровище. Принимай это дело, исполняй, притворяй в жизнь. Сразу вперед. Итак, поскольку вы одинаково и возлюблены, и призваны, и освящены, то не превозноситесь над незнатными. Благодать вам и мир. Это вот дальше выделено жирным шрифтом, слова из этого стиха. И Господь заповедал апостолам, чтобы когда входят в домы, это слово произносили и первое. Брань, прекращенная Христом, который породил для нас грех против Бога, была нелегкая. Мир тот приобретен не нашими трудами, но благодатью Божией. Итак, первое – благодать, мир, потом. Апостол молит о непрерывном и ненарушимом пребывании обоих этих благ, дабы опять, если впадем в грех, не возгорелась новая брань. Дерутся все время. От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. О, как всесильно благодать, происшедшая от любви Божией. Враги и бесславные мы стали иметь Отцом самого Бога. Итак, от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа добудут у вас непоголюбимыми благодать и мир. Они даровали их, могут и сохранить их. Ну и следующий стих, Римлянам, первая глава, 8 стих. Восемьмон, когда обратилась, вот она как раз и говорит, что Бога называть Отцом – это не приятно, мусульман. Для нее это было потрясение, что Бога я могу назвать своим Отцом. Отсюда вывод, что я его дочь. Там какая-то балка, целая книжка написана у ней. Как она убегала оттуда, ее ловили родные, она внуков увозила, она разведенная была, жена министра, кажется. И уверовала, в Америку бежала. Ее могли убить, перед этим несколько уверовала, всех убили они. Это из Пакистана? Да. Из Пакистана? А? Из Пакистана? Да. Билки с шеей. Да, да. Мы читали это. А ее рассказ у меня на форуме стоит. Балкис. И она потрясена была, говорит этим. У них этого не принято. Вот мы там чего-то просим, а у них нет все это от Бога. В общем-то правильно. Но нам дана такая милость, что мы просим у Бога. И Он слышит написано о нас. А у мусульман, говорит, это не принято. Просто не принято. Мы просим, благодарим Бога. Если так разбираться, то мусульмане выше нас. Выше. Они ничего не просят. А другие понимают именно, но они не знают усыновления. Но то, что они... На то воля Божия. Даже вот, вы знаете, на конях-то скачка так-то и дальга. Вот. И он один там в трясину, он вытаскивает, говорит, зачем вытаскивать? Аллаху угодно было, чтобы он попал в трясину. Его трясина уже засосала. Если он видел это дело. Но Аллаху угодно. А мы-то до конца бьемся. У нас более активная позиция. Вот у него шашка есть, больше не надо ничего. А христиане, они лишь изобретают, вот компьютер, это все изобретение-то не мусульманского мира. Но они этим пользуются. У них на первом месте это защитить ислам. Ничего не надо спрашивать. А почему нельзя? Зачем спрашивать? А Аллах сказал. В общем-то здорово. У них это нет. Не положено эти вопросы задавать. Итак, восьмой стих. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Понимаете, вера возвещается. А у православных как? Пусть левая рука не знает, что делает право. А что вы хвалите с твоей верой? То есть никакого понятия. Она возвещается. И чем дальше знают о нашей вере, о нашем сайте, форуме, тем лучше. Люди знают это сокровище. Знают о наших книгах, о том, как мы веруем. Вера наша возвещается. Могут ли они сказать православные, что вера их возвещается? Они знать этого не знают. Они еще не понимают, какой ответ придется держать священникам, которые благословляют, освящают танки, прочее, в Чечне, идут воевать. Какое ждет их побоище за это. Мусульмане это поняли. И на фронте, где в Чечне воюют, первым делом попов отстреливают. Если за офицера положена там какая награда, за каждого попа, как за полковника. И они сразу приезжают, косички свои отрезают, в кубу неформу одеваются, могут и городу сбрыть. Я читал про это. Почему? Потому что это главные вдохновители на эту борьбу. Это чужая земля, вот я проговорю, Хаджи Мурат. Это другое обычай, другая вера. Зачем они туда лезут? Их надо покорить. И вот указание дается. От кого? Ну, там около царя, приближенный Чернышов. Захватывать селение, кто не уходит, всех убивать до самого маленького. Сакли сжигать, урожай сжигать, все уничтожать. И вот русским дано было указание, такое-то село. Они туда все, пушки выдвинули, у тех нет, у тебя отступили. Но они сразу, а перед этим показывают, как они строились, все. Они все сожгли, все загадили, мечеть там все. У него была пасека у старика, пасеку уничтожили, за рот сенок зиме готовили, все сожгли. Ребенок маленький был, там разрубили, русские ушли. И старики собрались вместе, они, говорит, не проклинают ничего. Они только понимают, что вот эти гады, эти звери, это погони русские. Почему же Аллах их не истребляет? Там без слез читать нельзя, ты Хаджи Мурата почитай сейчас. Я еще раз скажу, что Лев Толстой был не мусульманин. Он писал то, что есть. Позвонили. Позвонили. Надо кому-то было пойти. Скочил. Надо выглянуть кому-то. Он никакой роли там не играет. Апостол Павел говорит, он благодарит Бога через Иисуса Христа за всех вас, за этих римлян, которые стали христианами, которые обратились. И он благодарит Бога, что за то, что Господь ему дал эту возможность благовествовать. И говорит, к нам обращались, как бы к нам через этих римлян, что вера ваша возвещается во всем мире. Стало быть, они уже следуют по образцу апостола Павла и возвещают о вере своей, о Христе, стало быть. Потому что вера-то в кого? В Иисуса Христа, Спасителя. Так наученные они апостолом Павлом. Он с похвалой относится к римлянам? Конечно. Ну а мы бы были вот сегодня принявшие в Павла. Он пришел бы, ознакомился в разных храмах, пришел у нас на этих занятиях. Он бы одобрил нас или нет? Мне вопрос этот задают, но мысльно вообразим. Я на занятиях, в университете вел занятия. Ну вот, святые отцы, а вы бы с ними сейчас треть как? Я говорю, ну, Василий Великий меня бы жезлом огрел за монастыри. Со златоустом, может быть, в чем-то бы не были немножко не согласны. Ну, по монашеству. А остальное согласно. Вот. Я думаю, что апостол Павел он бы одобрил и дал бы и нарицание тоже в каких-то моментах. Мы говорили как-то с одним старообрядцем. Он говорит, тоже так пробудился. И говорит, он зашел бы апостол Павел. Ну, в Пахровском соборе были. Он бы постоял и потом бы сказал, а какой это веры люди? Он бы один вопрос задал. Что-то заходят, выходят, считают. Даже венчание, венцы над головами, все, они ползут и ползут дальше. залез в воду. Ему купаться надо, тазик надо. Но я не могу тазик поставить сюда, потому что... Хотите, чтобы с пола убирать будет кто-нибудь, тазик поставим, покупаться? Замерзнут, сохнут. В прошлый раз все ушли, а тут вот такая грязь была, Миша одному пришлось убирать. Ну что, такая уж грязь, Миша, ну пусть не убирать, я уберу. Ну какая же грязь? Какая же тут грязь? Если голубь сходил и там двух местах, какая же это грязь-то? От него не грязь, грязь от человека. Что, это мармелад что ли? Да его убирать здесь голую ладонью, соберусь сейчас, и никто не будет даже видеть, что это было. Ну что придумывать-то? Это правда что-то. А то у меня как он надежно начал, ой, вонище, я говорю, вонять будешь, и на полгорода слышим будет. Да, тогда вот точно. Ни от кого нет столько зла, как от человека. Голубь, что они неправильно сделали? Ему надо покупать все. Я и спрашиваю ваше разрешение, поставить тазик или нет? Да не надо. Где сушить потом? Чего? Голубей. Вот вопрос. Вот тут же и дело. Нельзя, они простыли. Я мог бы оставить их до вечера тут. Еще этот... Не высохнут. Ну вот это вопрос серьезный, и я отхожу. Я бы мог оставить их на сутки. Читаем, что говорит там Феофилак Болгарский. Вступление приличное душе Павла. Он и нас научает благодарить Бога и не только за собственные блага, но и за блага ближних, ибо в этом состоит любовь. Благодарить же не за земное и гибнущее, но за то, что римляне уверовали. А словами Бога моего показывает тогдашнее расположение Духа Своего, присвояя общего Бога себе, как поступают и пророки, и даже сам Бог, называя себя Богом Авраамовым, Исааковым, и Иаковлевым, чтобы показать свою любовь к ним. Благодарить, говорит, надобно Иисусом Христом, ибо Он есть ходатай благодарения для нас к Отцу, не только благодарить научающий нас, но и приносящий наше благодарение к Отцу. За что же благодарить? За то, что вера римлян возвещается во всем мире. О двух предметах свидетельствует пред ними и о том, что они уверовали, и о том, что уверовали с полной уверенностью. Интересное выражение какое. Уверовали с полной уверенностью. Как там, благодать? На благодать, да? Так что вера их возвещается во всем мире, а через них получает себе пользу все, горя соревнованиям и подражанием царственному городу. И Петр проповедовал, подчеркнуто, выделено жирным шрифтом и большим шрифтом. И Петр проповедовал в Риме. Но Павел, почитая труды его едиными со своими, благодарит за веру наученных Петром. Так свободен он и от зависти. Вот такое толкование данное филактам болгарским на этот стих. Вопросы, какие есть по этому толкованию и по месту писания. То есть видите, что здесь подчеркивается о том, что не только Павел проповедовал в Риме, но и Петр проповедовал в Риме. Считается, что Петр первым репископ Рима был. Почитает его труды едиными со своими. И поэтому и благодарит за веру наученных Петром так свободен потому что свободен от зависти. Он не завидовал Петру. были соратниками они в этом деле на этом поприще проповеди. похваляют веру. А что бы он сегодня похвалил, когда у людей веры по Писанию это нет? Только сказал, хорошо, что ты батюшку слушаешься. И хорошо, что ты Библию не считаешь. Но не можешь так апостол сказать. Надо мысленно представлять, я тут, похвала это ко мне относится или нет. Большинство людей, приходящих в храм, ничего не знают. И поэтому они смертной хваткой ухватились за попа. Вот что батюшка скажет? А он вас благословил? Они шагу не сделают, чтобы батюшка не благословил. И поэтому для них это дико, как так? Вот архиерей тогда ведь нас местные, что надо благословение. На что благословение? На проповедь. Я ровно 50 лет без тебя проповедую, и ты мне век не нужен. Какое благословение от тебя? Ты бы все уничтожил. Плоды моей работы без твоего благословения, вот они. Ты благословенный, самый тысячи смещенников у тебя и ничего нету. Ничего нету. Они не знают, как с тиктантами беседовать. Почему? Они никого не любят. Причина одна. А где ни лет любви Богу там трудно место обрести. Дело в том, что вера ваша возвещается во всем мире. Это говорит о том, что мы, как бы, это подчеркивает еще раз, что мы обязаны просто, как Господь говорит, идите и проповедуйте всему миру. Не только вы, а вере ваше. Да, говорите о вере. Какая вера ваша? Верующих было много, как сейчас. Но где бы они ни говорили, в епархии они всегда коснутся на нас, сойдут. И вот сейчас начинает, говорит, этот вопрос надо решить, вот вы ходите, это опыт, надо перенимать. Но он ни шагу не перенимает, то есть я должен покориться и без него не шагнуть никуда. То есть он все разрушит. Я верю, что где Дух Господень, там свобода. А что у вас? У нас? Я говорю, вы рабы, бесталанные рабы. Вы за лживое послушание епископу отреклись от первородства, которое Бог дал. Вот в чем дело. Они абсолютно бесстанарные. К сожалению, не только Московская Петриархия, старообрядцы они тоже ничего не делают хуже. К проповеди, никакой. У них только одно, приходи к нам, чаще посещай храм, чаще исповедуйся. Больше ничего, приходи к нам. Ни ханя, ни юридики, переходите к нам. Все, проповедь кончилась. Людмила Степановна, насчет, как говорит. Речь идет о благословении. Вот мы, когда пойдем со службы, батюшка тут нас, батюшка, благословите. Нет, батюшки, мы вас просим. Нет, вас, мы просим братьев. Благословение это нам дать, чтобы Господь нас сопроводил, чтобы нас присутствие Его. Поэтому мы просим благословения на проповедь, благословения на то, что мы пошли в мир, в этот благословение. просим. Это благословение, это не то, что вы благословите на проповедь. Нет, не буду благословить. Мы говорим просто благословите, а батюшка иногда стал спрашивать, а на что тебя благословить? Ну, он пойдем проповедовать. Куда пойдете? Ну, мы скажем. Он, ну, ладно, иди. Вот. Он же не допрашивает нас, он просто спрашивает, на что? Он знать должен. Да, спрашивает, наш батюшка спрашивает. Поэтому благословение от батюшки полученное, оно тоже оберегает. Я считаю, что мы верующие и верим в батюшка. Даша, теперь, какую продолжительность имеет благовестие? Ему батюшка говорит, у Игнатия благословенная грамота на благовестие от митрополита. А он даже ноль внимания. Никакого. Для него нет. Как будто бы благословение, то на один день тот умер, митрополит благословение. Он не верующий. Епископ-то. Сидел-сидел сзади. Игнатий Тихонович, это не так. Когда сказали про грамоту, что у вас благословение, он удивился. Он не знал о том, что вы имеете грамоту на руках. Он не знал. И он был приятно удивлен. И даже сказал, да, да. Максим, да. Да, он удивился. И он это принял к сведению. Ну, после этого он опять дальше ко мне на благословение. Дальше там результаты то же самое. Ну, и дальше опять еще. Слушай, опять тоже самый разговор. Ко мне благословение. То есть под него. Из-под него я теперь выгляну. Разреши. Да нет, он хлопал мне. Опять скрылся. Они издеваются. У меня благословение такое, что среди ночи вдруг меня Господь поднимает, я делаю то, что Бог повелевает. Днем идти, куда я не могу, я еду сейчас в заботчестве о благовестии за пределами Алтайского края. Они ничего этого не знают. Им обязательно нужно заорганизовать какой-то там колок, им съехались, макаревские чтения, собрать людей. Обязательно, чтобы силовые структуры были, там, губернатор. А мне ничего этого не надо. Я просто подошел, прошу у Бога, прибудь с нами, благослови Господи. И все. Я подхожу к батюшке и говорю, батюшка, мы собираемся туда поехать, благословляй. То есть, если так взять, это в изъявительном наклонении, благословляй. Да, да. То есть, это не изъявительное, а повелительное. Повелительное. Благословляй. То есть, у тебя выхода-то никакого нет. Если бы у него был выбор, у него выбора нет. Он скажет, не благословляй. Я говорю, я с антихристом не знаю, если повернулся и пошел. Я благословлю. Благословну Бога. Как ты можешь благословлять, вопреки Слову Божию? Тебе Бог дал это счастье, благословлять детей Божьих, святых избранных. Ты должен каким себя считать счастливым? Вот как. Мы до всего доходили только через молитву, чтобы у нас были вот эти надписи. Да в каком православном храме надписи есть? Это же у аптестов только. А мы не баптисты. Мы православные. У аптестов многого может получиться, потому что они взяли из Библии это. Все высказались? Давай. Вопросы есть? Дальше. Девятый и десятый стихи. Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Вывод какой? Павел ни у кого не просит благословить и меня пойти, а я постоянно в молитвах. Но если это назначено будет, нет. Так-то так, да не так. Господь хочет, чтобы мы были участниками в этом деле, выразили свое желание. Павел знал, что если это не от Бога, в Асию пошел дух воспрепятствовал, в другое место воспрепятствовал. А македонянин сказал в видении приди. Но он должен был молиться, и тогда явление ему, не пойдешь. И это от Бога принял. Второе место я молюсь, я хочу поехать в Завис. Ответ, не поедешь. И дальше я. Я пойду на Алтайск. Дверь открывается, вдруг с Алтайском не звонят в этот день. Вы не хотели бы нас посетить? Вот так. Заходи сюда, брат, потихоньку. Вот сюда, рядышком, садись. Садись. Я ничего тут. Давай. На них посмотрю. Мы тут сегодня провели встречу с Московской Патриархией. Да, я вот это рассказал. Вот тебя я искал, искал, не нашел. Ну, я же, вы же сказали, что к роботам я раньше поехал. Ну, понятно. Ну, ничего тебе расскажут. У Московской Патриархии ничего нету сказать. Это так. Ну, вот крестный ход, иконы, мощи, пояс Богородицы. Это очень важно. И найти церковь нужно, фундамент, там ангел стоит. Так, пошли дальше. Так как Бавел еще не видался с римлянами, между тем хотел сказать, что всегда вспоминает о них, то и призывает вас свидетели того, кто знает сердца. Заметь, благоутробие апостола. Благоутробие апостола. Он всегда вспоминает о людях, которых даже и не видал. Где же вспоминает? В молитвах. И при том, непрестанно. Служу, подчеркнуто, служу Богу, то есть рабствую духом моим, то есть не плотским служением, но духовным. Ибо служение языческое есть плотское и ложное, а иудейское, хотя и не ложное, но также плотское. Служение же христианское есть истинное и духовное. О чем и Господь говорит самарянки. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Так как много есть родов служения Богу, ибо один служит и работает Богу тем, что благоустрояет только свои дела, другой тем, что заботится о странниках и снабжает свои вдовицы, как поступали сослужители Степана, а иной тем, что проходит служение Слова, выделено жирным шрифтами, подчеркнуто, служение проходит служение Слова. То апостол говорит, Бог, которому служу Духом Моим в благовествовании Сына Его. Выше он приписал благовестие Отцу, но это не странно, ибо Отцовство принадлежит Сыну, и сыновнее Отцу. Говорит это, доказывая, что эти заботы необходимы для него, потому что кому поручено служение благовествования, там было служение Слова, здесь служение благовествования, тому необходимо заботиться обо всех принявших Слово. То есть, мы заботимся о тем, вот почему молим Господа Бога, чтобы у нас было еще место для занятий. Потому что, чтобы не только благовествовать, а чтобы потом их дальше вести, чтобы потом, принявших Слово, вести дальше и наставлять в истине Христовой. Теперь прибавляет, почему вспоминает о них. Прийти, говорит, к вам, обратите внимание, как не любил он их, как сильно не желал видеть их, однако не хотел видеться с ними против воли Божией. Но мы или никого не любим, или если любим кого когда-нибудь, то делаем это против воли Божией. Что Павел непрестанно молился о том, чтобы видеть их, что происходило от сильной любви его к нам, а что он покорялся мгновению Божию, это было знаком его великого благочестия. Не будем скорбеть и мы, если когда-либо не получим просимого в молитвах. Мы не лучше Павла, который трижды просил Господа об избавлении от жала в плоти и не получил желаемого. Это 2 Коринфянам, 12 глава, 7-9 стихи. Ибо это было полезно для него. Вот толкование на этот... Тут написано молиться. А в молитвах непрестанно. Как непрестанно? Он же спать ложился, обедал, беседовал, работал, шил палатки. Как слово непрестанно? Вода текла из крана непрестанно. Но если мы перекрыли, повернули краник на другое место, тут она уже не течет в лагере, только на огород. Так и здесь. Он мыслями до Павла уходил. Как оно могло быть непрестанно? А духом молился? Духом? Ну, духом-то, когда он с кем-то беседовал или ложился спать. Каким духом-то? Он же с перерывом молился. Так говорить непрестанно. Непрестанно пока был бодрствовал. Так, кто знает? Что за ответ? Очень много. Очень много молился. Ну, так бы и написано очень много. Непрестанно, ты понимаешь, был перерыв у него. Ну, часов-то 8-10, то он не молился. С кем-то беседовал, работал, по хозяйству, дела, разговаривал. Ты поди на базар, там будешь, купи там основу для чего, палатки-то шил из чего. Надо было, А теперь вы когда едете? Ну, когда разговаривал, то в это время же не молился. И потом молился конкретно о том, что Бог их свел с ним. Ну, если пока он был во сне, конечно, он не мог молиться, будучи во сне. Сон есть прообраз смерти. То есть он как бы, а когда он был бодрствовал, когда он жив, когда он действовал, он молился постоянно, непрестанно. И постоянно не мог он молиться. еще раз говорю. У нас бывает так, идем, дверь закрываем, кто-то поздоровался. Вот ты слушал промежутки, когда я не молился. По телефону я с тобой разговариваю, я же не молился. Мысли-то остаются. Мысли. Мысли. Вы когда-то задумывались об этом, или сейчас только вперед охота сказать? Не задумывались. У Серафима Саровского, там Мотовилов, об этом говорит, когда в Иисусовой молитве. Что такое непрестанно? Там есть ответы, которые опровергаются, но они действительные ответы. Я говорю, делай добро. И ни одному человеку. И есть люди, которые живут в разных часовых поясах. И они за меня все время Бога благодарят, что я сумел это сделать, достать для них. Вот и все. Если ты один, ты один. А теперь, когда у меня друзей тысячи, да в разных местах, и они молятся, вот это твоя молитва. Твоя. Бог ее определит, куда накормили кого-то. Меня накормили. У Бога тут идет переклад непрестанно. Ты об этом хотел сказать, брат? Или о другое у тебя? Что постоянно иметь Бога в разуме. Памятование о Боге, а здесь конкретно о чем? О чем? Иногда на молитве стоишь, о чем же молиться-то? О чем? Я вспоминаю друзей, близких, отдельно пьяниц, отдельно больных, отдельно злобных жен вспоминаю, отдельно, чтобы кто-то обратился. То есть у меня какая-то градуировка идет, чтобы я знал, о чем у меня конкретизированные молитвы. Конкретно. Вот Маша Барабаш звонит, экзамены. Теперь я конкретно здесь. И вдруг второй звонит, второй идет. Этот пошел. Вася у меня в отдельной графе обучащихся, чтобы разум его был раскрыт, чтобы он все принял. Понятно как? Другое дело, готовятся выборы сейчас в стране. Ну, 12-й год. Я теперь непрерывно молюсь, что Бог дал доброго правителя. Насколько возможно мирное время. Потому что везде говорят 12-й год последний. И Бог его знает, чтобы русский народ подготовлен был. В моей молитве постоянно еврейский многострадальный народ, чтобы к ним Бог поставил настоящих миссионеров. Они столько перестрадали. Об японском народе, чтобы Бог дал им хорошую землю. Близко не подходи, ты напугаешь. Зачем туда подходишь? Иди вот с этой стороны. Я не пойму. Зачем я эту оттяню? В второй раз. Ты что искушаешься? Передавай сюда. Что, через дни хотела передать? Да зачем же это нужно? Вот здесь ты передала. Зачем туда-то полезно? Не будь вредны. Они сейчас летят все и нам их не собрать. Больше туда не заходи близко даже. Понятно? Понятно. Спасибо, Христос. Одиннадцатый стих. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Какие слова непонятны? Ибо я весьма желаю увидеть вас. Понятно? Да. Очень хочет увидеть вас. Но заметьте, тут приезжает епископ. Приезжает тут поезд Богородицы. И вдруг выступает и кто-то, патриарх Кирилл. И поезд привезли. Вы понимаете, это 3,5 миллиона только за 2 месяца. А если бы он 10 месяцев был, это сколько? Это как раз русская душа. Это проявление глубины веры народной. Я думаю, то ли подделка, может это двойник какой выступает. Но не может это патриарх говорить. Он не должен этого говорить. Это как раз проявление того, что веры в народе нет. Нет ни одного процента доказательств, что это поезд Богородицы. А теперь он ссылается, окажет опоясание апостола Павла. Да, было. Но не сказано, чтобы мы гонялись теперь за вещами и через это пытались. Там ноги отпиленные, показать, так бывает их, которые... Где вы нашли такую веру? И только одно исцеление... Да зачем исцеляться, когда в грехах живут? Об исцелении вообще прекратить молиться. Грех рождает смерть, а не болезнь только. Грех смерть рождает. А здесь только одно. Излечиться я была, у нас такие чудеса излечились. Златоус говорит, я в чудесах не нуждаюсь. На меня люди и за что обижаются. Иногда так. Ой, гордость, там гордыня, ой, гордость еще. Потому что я все конкретизирую на самом себе. Я представляю, первый раз считаю, я среди этих римлян. У меня Бог дал в это воображение. Я первый раз слышу, как они читают. Я понимаю римский язык. И вот они читают. И я там с Павлом. А где он Павел? А можно к нему пристать? А возьмет он меня с собой на благовестие? Я бы к нему постарался напроситься вместо Марка, которого он отверг. Я так. Ну, конечно, не такой, какой я сейчас-то. Но когда-то же был я моложе. Обратился в 23 года. Я обращался. Я все брошу, поеду на север образовать общину. Там вдвоем. Мне сказали, один баптист был, Иван Петрович один, у баптистов. Он говорит, это не так делается, браток. Это надо, чтобы община взяла вас на обеспечение. Дальше. Вы же должны где-то что-то получать. И он дальше стал все рассказывать. Ну, я ничего не обдумал. Я просто, я горю огнем, я поеду сейчас проповедую. У меня сейчас вот желание все время я поехал в Чечню. Даже сейчас. Ну, это смешно даже. В Афганистан-то это далековато, а в Чечню-то я бы поехал. Ну, надо работать тут, в Чечне. Вот хороший, мне пример нравится, Ивана Кронштадтская. Его направляли в другую страну, там, в Китай. А он знал трущобы Петербурга, Санкт-Петербурга. Он говорит, тут такой Китай, где нога священника не ступала. И он начал образовывать отдельные богодельни, чтобы не кормить их, а чтобы предприятия были. Ну, как вот слепые, это работает там. Они слепые, многое может делать. Но общество слепых, артель инвалидная, там, иногда раньше было фуражки шили, артель инвалидов такая, я не мог понять. И вот здесь тоже. Нас Бог благословил. Нам есть, что сказать другим людям. Но от нас хуже всего принимает православное. Попы. Они не принимают. Почему? Потому что все, что здесь считается, оно против сегодняшнего лжеправославия. У меня мысль сразу была, как я теперь, сравнив все, могу себя в то число поставить. Я должен подражать им. А раз я им начал подражать, я никогда не буду похож на этих, которые сегодняшние, руководители. И они меня глобят, чтобы не было подражания никакого. Глядя на тебя, другие заражаются этим. Они непокоримые делаются люди. Знающиеся со мной, это люди немирные. Я соглашаюсь с этим. То есть, они надоедают с вопросами, к батюшку, куда-то его зовут, а ему это зачем надо-то? Это сектанты только делают. Я вам считал, как это, мне одна пишет письмо в интернете. Я к батюшке подхожу, батюшка, я вот уборщица работаю, а у нее высшее образование. А по пути делали, что у нее высшее образование. Так вот люди-то приходят, когда надо, пусть приходят. Да они приехали и выезжают. Ну не вовремя приедут на следующий год. Да не вовремя в следующий год. Батюшка, они хотят узнать. Ну ты иди и учи. Так вы меня благословляете. Она стала, ему сразу передали. Тамара с этими людьми, которые приходят, батюшки, она сразу вызвала. Ты чего где, секту Тамаровскую устроила здесь? Я отлучаю тебя. До причастия не допускаю. А за что? А за то, что ты баптистка. А в чем же я баптистка? Ну ты людям говоришь, что не положено это говорить-то? Кто тебя благословлял? Так они пришли в храм, я упираю, они спрашивают, люди не знают. Не должна ты этого говорить. Ну какой же ты священник-то? Это есть зверкрота человеческого. И она пишет, что делать? Я говорю, отойди от него, ползком, боком, как-нибудь отойди, чтобы он тебя не убил на выходе. Это зверь лютый. Под священнической ряской. Он должен немедленно быть казнен по закону Божьему. Понимаете? Он убил человека духовно. Я духовно говорю, не в буквальном смысле. Он достоин смерти. Он отверг десятки людей, которые никогда уже не придут. А у них только одно, причастить. Кто зовет причастить, вот тут он должен поехать. Вот вы сумели такое правило написать? Священника надо вызвать, а он запертый. Батюшка, у нас бабушка болеет, а ты кто? Ну там назвали здесь люди. Он заходит, матушка говорит, матушка, ой, на тебя так злые, здесь тебя убьют. Причащается. Сильно больная через дверь, очень больная. Душа на исходе. Если он теперь ее не причастит, папа поп не звергает. И архиерей не звергает. И он теперь поп собирается, только выходит на улицу, его вытащили, на первом березе повесили. Сразу его убили. Он бы не вышел. Сказали, батюшка, там люди приехали, проповедовать надо. Тысячу лет можешь встречаться, не выйдешь. А вот прищищать он выйдет. Почему? В закон вели. Если бы вели в закон, что если он не будет проповедовать в день, хотя бы три часа, и хоть одного жаждущего познать истину отвергнет, извергать иссана, они бы делали это. Но это нельзя сделать, не пойдет. Если священник пять раз в день, как мусульмане, не становится на молитву, извергать его надо. Он плоткой. Я опять обращаюсь к Хаджи Мурату, я выделил красным там везде. Время намаза подошло, не глядите на кого, в плену или где-то, все встали на молитву. А они будут кричать, бить. Ну, это я за Аллаха страдаю. За Аллаха, да будет благословен во веки. Все. Из нас воспитали трусов, подлецов, негодяев, кого угодно, но только не патриотов, не героев. Солженица написывает, когда японцы пленные работали здесь на шахте, они между собой пообсуждали, поговорили, они не дают им рису. Он говорит, наши люди рис, какой вам рис, вы пленные. Они уже договорились, идут шеренгой, пять человек в шеренгу, пять, следующие пять, пять, ну, сразу, допустим, две тысячи человек. Шахта рядом открытая. Я спрашиваю, будет или не будет рис? Сказали, никакого риса. Аллах, пятеро шагнули, все полетели в шахту. Он снова стоит, спрашивает, это пиццер японский. Я спрашиваю, рис будет или не будет? У этих глазах на лоб будут. Еще раз спрашиваю, рис будет сегодня к вечеру или не будет? Нету. Аллах, пять человек опять полетели туда. Все, остановили назад, все, к вечеру рис будет. Погибло десять человек. Если бы этого не было, погибло десять тысяч, они все равно умрут. У нас ни один не пойдет никуда. И не потому, что он глубоко верующий, оружие брать нельзя, трусливые. Что угодно с нами сделают. мусульманам берут, талибан этот брали, в плен русские сейчас были-то, и говорят, какие нехорошие у вас ребята, солдаты. Попал в плен, мы его на расстрел ведем, а он плачет. Да разве можно плакать? Аллах зовет тебя. Вот здесь Хаджи Мурат, он говорит, я, говорит, их трое было там, я, говорит, стрелял, говорит, убил его, я подполз оружие снять, а он еще живой был. Он говорит, ты убил меня, а мне хорошо. Я к Аллаху иду, прими, хазават. То есть, и ты принял, думать стал. Он к Аллаху идет. У нас он никуда не идет. У него там Манька, Танька, у него 10 еще там. И только разговор, только о бабах, обо всем. У мусульманина нет. Время намаза все. В Чечне, которые воют, все на колени. На разе наших солдат. Поп, пришел один раз, всех подряд причастил в Белом доме, а тут расстреляли Белый дом, все неверующие. Это фелькина грамота. А можно ли нам так верить, как мусульмане? Я скажу, никогда. Вот мы можем. Мы. Мы можем сейчас стоять на моление, на моление, поднять руки, можем договориться. И даже с вами это трудно пять раз. Пять раз-то можно, не пятнадцать же раз. Даже не будучи пенсионером. Ты на работе, и сразу, чтобы знали, так, я на работу устраиваюсь, я вам скажу, что вот у меня молитва будет два часа, как два часа, но у нас рабочий день до четырех. Меня это не касается. Я на десять минут буду отходить за время работы. Но я буду оставаться подольше. Так, начальник не примет, это его дело, я ухожу. Я в лагере нахожусь, уже все, я осужденный в лагере. Все проинструктировали. Прошли мы все эти резервы, где ставят, карантины. Теперь все. Отбой, мгновенно, чтобы раздеты и лежали. Два часа нельзя идти в туалет. Если через два часа идти, то только в одних подштанниках. Не одеваться, чтобы никто не убежал. А кого там ловят? А там ловят. И палками, черенки от лопат ими бьют. Я сразу сказал, я ложиться не буду. Как не будешь? Я не буду ложиться. Я сразу встану на молитву. Так это же нельзя. Вы слышали? Вы можете меня сейчас здесь убивать? А где ты будешь молиться? Он же вопрос задает. А вот видите, вот это пилястры, вот так стены идут, потом как стол. Идут стены, опять выступы. Я около одного из них встану, недалеко от моей крови. Я уже все присмотрел. Да как ты коляжешься? Через 10 минут офицеры идут проверять. Но это дело ваше. Не знаю. Тебе знать не надо. Я оповестил. И что? Я уснулся и молюсь. И он назад и говорит, они были, подошли и мимо прошли и даже ничего нет. На следующий день опять проходят мимо. Они не видят у Григория чудотворца. Он видит, воины-то когда захватили с селение, куда он? Он говорит, а вон на холм пошли. Ну и когда подошли, он видит, а воины взбираются. Он говорит, поднимай руки, будем молиться. Стали и стоят. Воины зашли, рядом стоят. Вернулись. А говорит, ничего нет, там два засохших дерева, по два сучка у каждого. Там людей никаких нет. Это Бог делает. Они не знают силы Божьей. Они знают только, когда на компании, они как кодла какая бросаются. А по одному, куда возьмут, они что угодно будут. Ислам принимают уже. А меня спрашивают, ты мас, ислам принял бы? Да, об этом говорить даже не надо. Но я и не хулил бы никогда. Я сразу бы сказал, и вы становитесь на мас пять раз, у меня положено семь раз. Я бы их сразу оповестил. Они бы на меня смотрели другими глазами. А они поймали в плен, допустим, четырнадцать тысяч. Хоть один просился на молитву, не один. Не один. Я когда читал интервью одного, когда он говорил, могут ли израильтяне вам туда вторгнуться и стоять, он говорит, это невозможно. Во-первых, мы друг друга знаем, а во-вторых, как мы молимся. Мы только ночь четыре раза встаем на молитву. Или он говорит, сделается таким же, как мы, или сойдет с ума. Ответ один. Нам многое нужно пересмотреть. У меня кто-то спрашивает, а вы верите, что у нас будет? Не верю, это никогда не будет. Отдельный кто-то будет. Отдельный. Никогда этого не сделать. Даже ты пойдешь на пенсию, у тебя не будет, чтобы ты семь раз становился на молитву. Ты найдешь себе работу. Ты начнешь сейчас кружева делать с бисеринками. Ты осустроишься, ты завтра мансарду начнешь строить. балкончики там дальше, акули полигон свой расширять. Ты никогда не кончишь этим. Сегодня у тебя стапор собака, а пойдешь на пенсию, тебе поводят четыре овчарки и четыре медвежонка. Ты найдешь себе собачью работу. И никогда по-другому не будет. Ты сегодня себя на это настрой. И никогда не жди, что будет лучшая погода. Я должен, я это должен сделать сегодня. Приучи себя. В трамвай садишься, всегда перекрестись. В автобус перекрестись. А зачем на углах уволишь? Все углы прошел, узнай. А ты испытай, узнай. Узнаешь. Если ты не знаешь, мусульмане помогут, китайцы помогут. Они нас научат. Да, узнают. Ну вот, сестра-то с Урала привела пример-то, помните вам? Да. Через интернет переведите вот его. Про кого? Ну что, о торговле-то, что в храме нельзя торговать-то? Мусульмане. С Урала-то. Да я знаю это. Я не расскажу, как есть. Возьми у него, ты расскажи. Ну, расскажи. Одна сестра с Урала, она посылала сообщение, Игнатью Игнатьевичу, письмо. Как ее звать? Ее зовут Елена, по мирскому, Алена Колесникова. И она рассказала такой случай, что мы когда там были у этого священника, отца Андрея, с братьями Володя Пищников, Андрей Смирнягин, и проводились занятия по Слову Божьему. И она все время, как бы так, насторонилась, она потому что боялась священника очень сильно, что он, если там что-то не благословит, и все на этом, все пропало. А потом постепенно голос совести ее все время обличал. Она понимала, и вот эта у нее все время борьба внутри шла. И как-то, она была в церковной лавке, понимала, что торговать-то нельзя, Слово Божьем, все-таки читает. И потом подходит какой-то мужчина, говорит, к ней, и говорит, приводит цитату из Нового Завета, и говорит, у вас же, говорит, в Евангелии так написано, что Господь выгнал из храма всех торгашей. Ты, говорит, что тут торгуешь? И она, говорит, сразу, с этого момента совесть ее обличила, она решила для себя больше, и она подошла к священнику, и сказала, батюшка, отец Андрей, я больше не буду в лавке стоять. Вот до чего, говорится, до этого то, что мы подходили, говорили об этом, что нельзя в торговлю в храме, а тут мусульманин подошел, обличил, опять же, с помощью нашего оружия, Слово Божие, и только Данана подействовал на ее душу. И он снял тогда все эти ее послушания, единственное, на клироссе только ее оставил. Все. Вот на этом вся история. Вот так. Наступит этот час, когда пробудешься. Мусульманин пробудет. Пошли дальше, считай. Словести. Вот тут весьма желаю увидеть вас, это понятно, то есть очень хотел увидеть. Дальше говорит о том, для чего? Для того, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Если мы здесь говорили о том, что он говорил, что обращается к ним как к святым, а здесь говорит о том, что еще этих святых оказывается еще нужно утверждать. Что за дарование? Что за дарование вам хотелось? Духовное дарование. Какое? Благословите? Можно он смущать? С поясом Богородица? Да. На сегодня ни один епископ этого сказать не сможет. Какое духовное дарование? Дарование, которое он получил от Иисуса Христа. О проповеди речь идет. Конечно. Скрытые данные вопросы, которые неразрешимы, а Павел это знал. На благовестие. На благовестие. Служение благовествования. Принявших слово. Да. Ну и толкование на этот стих. Другие, говорит, предпринимаю дань и путешествие для иных целей, а я для того, чтобы преподать вам некое дарование. Некое. Говорит по скромности, ибо не сказал, иду научить вас, но передать то, что я получил, и при том малое и соразмерное с моими силами. Дарование, то есть все, что возвещают учители на пользу слушающим. Ибо хотя учительство и доброе дело, однако и добрые дела наши суть дарования, потому что и для них нужна помощь свыше. Скрытным образом дал разуметь, что римлян надлежит во многом исправить. Вот тебе и святые. Поскольку же и это сказано очень сильно, ибо римляне могли сказать, что ты говоришь, уже ли мы колеблемся, кружимся, или имеем нужду в тебе, чтобы стать твердо, тост присовокупляет. То есть утешиться с вами. Смысл такой. Вы терпите много притеснений, потому что мне желательно стало видеться с вами, чтобы сколько-нибудь утешить вас, или лучше сказать, чтобы и самого принять утешение. Я вспоминаю наше общение с Анной Петровной, к которым мы приходили, чтобы утешить ее. Они редко получали у нее утешение. И просили благословить нас. Этого требует общая польза, ибо тогдашние верующие, проводившие жизнь как бы в плену, имели нужду в прибытии друг у друга, и тем всегда утешали друг друга. Значит, и Павел нуждался в их содействии. Немало, ибо он столб в церкви. Напротив, дабы не выразиться резко и, как сказали мы, не огорчить их, выразился он, что сам имеет нужду в утешении их. Если же кто скажет, что в этом случае утешало и веселило апостола превращение веры в римлянах, то и такая речь будет хороша. Она видна и из слов апостола «верою общую, вашей и моей». В таком случае мысль будет следующая «И я, видя веру вашу, утешусь и возрадуюсь, и вы получите твердость от моей веры, получив утешение относительно того, в чем, может быть, колеблетесь по молодушию». Но этого он не говорит явно, а, как сказано, искусно подразумевает это. Можно я скажу? Мама доехала у меня, если кто молился за нее, как за путешествующего. Где была она? Да, вот сейчас перед тем, как прийти, она отзвонилась. Аллилуйя. Все, ее встретили, слава Богу. И второе, чтобы утешились верою вашей и моей. Там у меня сейчас трудный период, самый сложный, подключение газа и отопления. Поэтому прошу помолиться. Наверху Володя заканчивает утепление делать. Там, где будет зал. Ну, зал получается светлый, теплый, очень. Хорошие утеплители я взял, дорогое все, но, чтобы можно было. Сегодня небольшой рассказ прочитал. Меньше топить. Да, чтобы меньше топить, чтобы всем было тепло. в священе Кребе называется. Один коров держал молоко, их жена флягу надой, ему отдает, он водой сразу разводит ну, когда пришла, тут одна же БХС была, а записка лежит, Тамара, ты не разбавляй молоко, я уже развела. Ну, и он точно так же, ну, стал ходить в синагогу, то, и совесть у него пробудилась, а у него свой круг покупателей, ну, он не знал, кому продавать-то. И он тогда покаялся в этом и решил молоко продавать цельное. Когда цельное молоко-то продал, на завтра на него столько жал, понос начался. Ой, и все стали, говорит, молоко, совсем не такое, пахнет совсем не так. Говорит, так я вот он выхожу, так, ко мне приехали, я вас оставляю. Ну, и он тогда пошел к этому кребе, и говорит, рыба, я, покаялся, теперь я не обманываю, и он говорит, так человек устроен, люди, привыкшие во лжи, они никак не могут к правде привыкнуть. К молоку, а почему? Потому что всех прохватил понос. От настоящего. А когда разведенное, там нормально все, жирность, но молоко. А оно и называется нормализованное. Так, ну, все показывает. Это не нормальное молоко напил, конечно. Мои долги никому не трогать. Да, а то вот так, он домой. Аккуратно тут, молитесь. Уже звонят там. Ну, и тут вставка и L. Что написано под этими инициалами? При приеме в семинарию испытывают дарование в пении, в знании молитв. Во времена апостолов была другая шкала в определении ценности христианина. В чем? Преподать вам некое дарование. Дарование, то есть, все, что возвещают учителей на пользу слушающих. Вот такая шкала. Я хотел сказать еще тут, в самом начале, когда зашел, там как раз говорили о служении. И там было написано, что служение, ну, служение, был евангелие. Служение слово, здание, благовествование. А евреи говорят, они о плотском говорят, язычники тоже говорят о плотском. В дальнейшем итоге. Если мы сейчас возьмем сегодняшнюю нашу веру, вот зайдем в наши храмы, все равно все идет разговор о плотском. Даже возьмем крестные ходы, и кажется, вот, нечто духовное здесь есть. Или, допустим, какие-то чудеса, там, иконы привезли, или какие-то мощи привезли, и люди идут. Тоже, кажется, духовное. Ну, как это увидеть? Это же верой надо все принимать. Но, когда начинаешь с людьми разговаривать, об этом же не написано нигде в Слове Божьем. И ты спрашиваешь человека, а вот чудеса, вот эти иконы, ну, крестные хода, как ты определяешь веру-то свою в этом? Они никак веру определить не могут. Они начинают говорить о чувствах всегда. Только о своих чувствах. Ой, да спрашиваешь, а зачем в церковь вы ходите? Ну, я туда зашла первый раз, там так полумрак, там свечки, священник так что-то монотонно так хорошо говорит. И так мне легко стало. Ну, а вечной жизни это вы думаете? А какой вечной жизни? Так еще если кто не удивится, то скажет, какая вечная жизнь? А зачем придумывать-то? А что же вы там в церкви делаете? Ну, свечки ставлю. А для чего? Ну, как для чего? Здоровье, чтобы было. А у кого? У себя? Ну, не обязательно. У дочки там, чтобы экзамены сдали, чтобы там сын в армии хорошо был. То есть, когда все это разберешь, то оказываются одни чувства проливание. А мы, говорит, не чувствами ходим, мы ходим верою, а не видением. Поэтому все, что накопило человечество самого негативного, самого антибожественного, оно все сейчас присутствует в нашей церкви. То есть, вот те самые девять десятых неправды, которые есть на земле, в Иерусалиме или в храме Иерусалимском. Так все это сейчас в православии. И даже нету никаких сомнений, что восьмой собор, он будет, скорее всего, конечно, под предводительством православных проходить, он примет самого антихриста царем и мессией и так далее. Как из всего этого нам выйти? Ну, только слово Божие и истинное наше благовестие от всего сердца, всей душой и всей крепостью. Всем разумением. Только так можно спастись от этого принятия антихриста. А вот что будет с нашей общиной с целой? Я думаю, если мы специальную молитву сейчас и каждый из нас не будет молиться, не так, как мы там в разнобой кто о чем молится. Нужно вот как молитву здесь вот написали? Вот так же надо молитву написать о том, чтобы Господь принял нас принял нас в лоно своей православной церкви. Потому что мы как бы ему не угодили получается, а нам-то кажется, что мы столько много сделали для православия, мы там чем-то жертвуем, и вдруг мы не православные уже практически. И епископ наш, за которого Виктор Андреевич и Батюшка на съезде сказали, что мы пойдем в наше общество за нашим епископом, а епископ сразу первый ушел в Московскую Патриархию, а мы в Московскую Патриархию уходить не желаем. Ну, не знаю, может кто-то просто нейтрально к этому относится, но думаю, что если сейчас каждого спросить подросткость, то никто не согласится идти туда, потому что закончится все понятно ничем. А если мы туда не пойдем, то епископа у нас сейчас уже не будет, и получается у нас только один митрополит пока. А митрополит откажется от нас или нет, мы тоже не знаем, ведь надо как-то спрашивать, через молитву спрашивать, или письмо написать, или вообще как Павел с Сергием Старобряческим отправить делегацию туда. К Богу. Куда отправиться? Туда, через океан. Куда батюшка летал и ничего не смог узнать. Батюшка есть батюшка. Надо батюшка и чтобы еще кто-то ехал. Виктор Андреевич тоже ничего не мог сказать. Побольше делегацию надо отправлять, чтобы сказать наконец-то, вот языком вот этим произнести, кто мы такие. Или они пускай от нас отказываются, или чтобы все знали, что и к чему. ехать надо было Игнать Тихонычу, конечно, это ясно, однозначно. Чтобы он там это сказал. Он бы высказал, тогда бы все понятно было. А то чего-то все боимся, что кто-то жесткий, кто-то категоричный, а в том сидим, как эта бабка у разбитого корыта, и ждем золотую рыбку. Какая золотая рыбка-то, когда молитвы нет у нас, а все заканчивается 17 мая. Нас никто не будет спрашивать, для нас никто не будет продлевать сроки. Это уже однозначно. Во-первых, туда письмо не успеет зайти за океан. А мы его и не писали туда. Я думаю, маленько не так. Почему ты решишь, что мне помолит? Зачем вы про меня говорите-то? Меня не надо тут вообще трогать. Ты сказал, что мы Да это общее понятие. Что тут ее нету? Где она есть? Надо просто дописать в одной строчке Нет, подожди. Апостол Павел говорит, это постоянно молится. Непрестанно. Непрестанно молится. У нас тоже непрестанная молитва. И молитва не то, что контуры, не то, что канва, а прямо дословная молитва у нас записана почти что у каждого. Я вот из сидящих здесь... Ну давайте перечитаем. Виктор Андреевич, у вас молитва записана? Семикратно в день прославляю тебя. Зачем семикратно в день? Это ясно. У вас записана молитва о том, чтобы у нас был православный епископ. Так там-то это и как раз и есть. В одном из фрунктов это как раз есть. Там говорится как раз Господи, если угодно твоей воле, садилы, там благословение на форум и на этот самый, на сайт. Устроен. Да. И усмотри место для нашей... Усмотри место, где нам быть с вами, чтобы мы не выпали из лона церкви твоей, святой. Там же написано. Там есть такое. Чтобы мы не выпали из лона церкви твоей, святой. И кто дома молится... И дай нам еще священника, если угодно твоим более дам. священникам. Вот это у нас всегда стоит в молитве. В семикратной молитве там это все есть. Нет, а то, что выпусти из лона... Марина Ванты печатала же. Что? Там такого нету, чтобы дай нам не выпасть из лона церкви. Из лона церкви. У меня в моей молитве есть записано, а я писала вот с нашей... У меня записано я вот сюда вот, а эту я сделала распечатку себе, прямо выписала. И все это там звучит, и так оно и у меня звучит все время. Потому что иногда в некоторых местах Игнатий Тихонович когда вот молился, может какое-то слово на тот момент он заменил каким-то другим на тот день под нужным. Вот, короче говоря, слушайте сюда еще раз. Все, я понял. Извините. Все. Игнатий Тихонович тут сказал, из нас сделали трусов, и никогда никто из русских никуда не пойдет. Вот так вот из нас сделали трусов. Вот тут вот я стоял спросил, что с вами будет епископом? Ну что поддержать нельзя было, братья? Теперь начинаете галдеть как галки. Все бы сказали, да, владыка, расскажите, как приблизительно будет. А вот мы не хотим в московскую патриархию. Ну расскажите, как? Ну вот почему сидим мы здесь и начинаем эпитически, я буду патриархом, я буду президентом. Ну а почему нельзя сказать, а вот мы дошли до того, что мы сидим и не знаем, куда теперь идти. Ну что нельзя было это 10 лет назад? Почему нужно обсмеять? Вот тут что-то ставят топтаться, как бесноватому, епископу, и ничего не сказать. И дойти через 9 лет, уже 10 ровно, 2002 год это обсмеял у меня в марте, и вот сейчас уже 10 лет прошло, и мы ничего не знаем, и он вообще уходит. А он человек, он не просто, он старший брат. Мы как за духовником, как крысы за будочкой идем за ним, потому что в этом все наше, вся жизнь наша духовная получается. И нету никакого ответа. Ну что, апостол Павел бы так поступил? И мы трусы, ничего не можем опять ничего сказать. Только батюшка здесь становится, и все сразу все остальные. Ой, Игорь, молчи, 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 ой, молчи, молчи, а ты там, ой, молчи, молчи. Мы и домолчались, что дальше-то теперь? Я только руками махать могу, и все. Словами, я же вам говорил не передать чувств, которые переполняют меня, потому что надо мной, над ним как дурачком смеялись, загоняли меня в угол из-за этого вопроса, что будет с нами-то? И мы сейчас стоим, епископа нет уже, все, а теперь, что с нами будет? А никто не знает. А что нельзя было епископа спрашивать, он вот тут сидел? Нельзя, это не тактично. Ну давайте теперь, что тактично? Молимся, все уже молятся, я согласился, все молятся, и что дальше? Никто ничего не знает. Дождемся 17 мая, и чудо случится, привет к нам епископ. Ну давайте дождемся еще 17 мая, но если чудо не случится, тогда кто будет виноват, или что делать опять? Скажи. А Сергий с Павловым не ждали, общины старообрядческие решили, и они поехали по всем странам-странам, и нашли в Греции, в каком-то там монастыре, этого самого, кого нашли-то? Тихона, нет, Антония? Амбросия. Амбросия. Амбросия, Амбросия. Ну вот там нас же сегодня задали, нашли. Почему? Потому что все, вот они уже. Ну они были 300 лет без епископа. Ну я чувствую, нам через 300 лет мы подрастем. Я молчу пока. Вы же затыкаете? Ну ладно, я молчу. Я буду ждать, я крепкий оказывается. Если он мог ответить, он бы ответил. А мы сами знали. А зачем туда-то запираться было тогда, раз не можешь ответить? Я терпел Игнатий Тихонович. Теперь будем, Вико потерпеть. У нас было так, председатель артели был, артели у нас, добывались золота, у нас все было хорошо, но техника была в аренде от государственного предприятия. И вот случается следующее. Приезжают у нас эту технику, всю арендованную забирают. И заходят председатели, все, работать нечем. И сидят 40 человек народу, у всех дети, все в поселке уже знают, жены собрались. А что делать, председатель? Я не знаю. Не знаешь, дед? Ну, тогда шапку снимай, дай другому эту шапку и пускай он правит теперь. А кто будет? Кто знает? Никто ничего не знает. Ну, выбрали там одного, поставили. И сразу пошел разум. собрали деньги, купили технику, сами все. Выехали и потом получили деньги. Надо решать что-то? Раз не знаю, ну, значит, надо знать. А как еще иначе-то? Что-то вообще непонятно. У нас картина получается. Пример привез, привез, как он в Россию. Привезли его, как его везли, там хоронили, прятали его, в солому закапывали, и он под пользу тайно. Так он бы нам согласился? Да, он согласился. Его же уговорили, сумели два человека... Не уговорили его. Ему... Они как-то так преподали все, что он поверил в это. Поверил, поехал с ними. Он стал сыробрянец. А у нас-то, наш-то, и втихий, он с нами, нам его что уверять-то, он и так верующий? Что он... Почему он-то сейчас не может продолжить с нами трудиться? Он ведь епископ. Но он если уже подал за штат. Он уже сказал, да. Но это всегда за штат, это всегда можно исправить. У нас батюшка подавал за штат и вернулся. Не знаю, это вот так вот слегка все. Ну, ну, это так. А то там в России и какой был болен. Тоже болен он был. Какой он был? На ладу не пришел. Не, епископ, епископ и за штатом остается епископом. Все остальное от него зависит. Он же потом на руку полагал. Епископ может церковь организовать. Он же церковь организовать, и он на руку полагал. Подал он за штат, почему-то, потому что он, во-первых, векарный теперь уже стал, это первое, второе, а может быть и первое, потому что ему было видение Богородицы. И с этого начинайте. Все. Видение Богородицы. Виктор Андреевич, это было давно. Не давно, это было 5 лет назад. Для него это как... Здравствуйте. Ну вот, это давно уже было, 5 лет назад. А он этим полностью до сих пор. Вы знаете, я недавно по телевизору смотрела одну передачу, выступала профессор, литератор, я ее фамилии и имени не знаю, но она, это мирской человек, очень образованный, ну раз она профессор и литератор. И вот она говорит, я проехала, мужа у нее уже нет, она вдова, и она проехала Россию, вот у нас, как говорится, с проповедью, а она ездила, чтобы увидеть самой, не в Москве, а на деле, как живет русский человек, как мы живем. И она проехала от Востока и где-то до Урала доехала, и она все видела своими глазами, и вот теперь она выступила по телевизору. И говорит, какая странная вещь, и какая-то страшная вещь, которую нам пришлось увидеть, что когда начинаешь беседовать с человеком, а он говорит, так от меня-то ничего не зависит. Вот я теперь, говорит, все вам здесь говорю, зависит от каждого из вас. И она приводит примеры, когда разрешались многие вопросы, свидетелями которых она сама была, ну вот не дают. И я сейчас вот думаю, почему от нас не зависит, вот сейчас, если бы под роспись как-то, или там кто-то бы расписался, может кто-то бы даже и ушел бы, отказался бы, а кто-то может и согласился стоять. А вот если бы нам говорить с Евтихием, с нашим, что под каким мы сейчас остались, под кем мы остались, и что, он бы не мог изменить мнение свое, видение, то, которое... Да он только что был, о чем вы вопрос задаете-то? Вы же сами туда пошли и сидели с Максимом. Мы с ним-то никто не разговаривал. Мы сидели с нашими Потому что не тактично, потому что все грубые, кто с ним только разговаривает. Да, таким тоном действительно не разговариваются. Если мы хотим... У вас начинается тон, не тон, еще никто, даже слово ему не сказал, уже тон, уже все не то, уже все не так. С ним еще никто не разговаривал. От каждого из нас зависит. В этой беседе, которая нам надлежит еще, нам еще предстоит. Летина Павловна. Вот вы говорите, что Евтихия не сказали? Он даже не захотел сюда прийти. А он и не мог прийти сюда. Да, конечно уж. Почему? Потому что его встретили там, в Новосибирске, как помните. Ну и что? И он ехал тоже с определенной целью. Он робот, что ли? И приехал решать вот с нами вот тут. Он ехал другую цель. Ну и как, что не мог прийти? Да он даже пахнет, Врусия ведь тоже находили. Как? Прочитайте, у нас эта книга есть. Нет, он уже не хочет общаться просто. Конечно, ему мы не нужны совершенно. Он сам не учился уже. Какая-то иная ситуация с Амбрусием. А Амбрусием искали, нашли, привели. А здесь мы были с ним. И он знает, что мы его. И он не захотел сюда просто сам прийти. О чем там говорить? И я больше, чем уверен, играть не признает этого. А я больше, на 100% уверен, потому что я общался с ним там за рубежом. Потому что затыкал. Он не давал даже слов. Я могу так вам сказать. Он даже направит на него видеокамеру, я был в другой комнате, совершенно в другой комнате. Снимал вот то, что в комнате, телевизор там были, люди еще другие, я их снимал. Прибежал батюшка оттуда из двора, прибежал и сказал, что перестань снимать. Потому что епископ Евтихий ему сказал. Я больше, чем уверен, это, ну, больше, чем на 90% это была деятельность епископа Евтихия. Может быть, они и разрешили бы съемки и запись всю. А епископ приехал и все. И пошло по-другому. А с кого ложь пошла, неизвестно еще. И потом Севасян сегодня сказал. Он Максиму сказал, я с ними столько лет мучился, а теперь вот передаю, а теперь ты мучаешься с ними. Севасян, как можно так сказать? Я могу так сказать. Он не мучается, он не сказал, терпел. Я терпел, говорит, и теперь вижу, что я, он даже положительное сказал в этом, Виктор Андреевич, вспомните, я, говорит, тогда потерпел, но вижу, что я получил здесь полезное, отсюда, и теперь сделал у себя так же. И не жалею. И не жалею. Вот он что сказал. Ну, может быть, что-то он так же чуть-чуть и сделал, ну, не все так же. Во-первых, он ничего не знает, что у нас так же. Что он сделал, он считает, что он написал вот там этот канон по заедину умершего, и что он там, это для него, это самое главное на русском языке. Оглашения, извините, у него нет. Самым главным козырем проповеди. Он считает теперь проповедью. Занятия, может быть, у него есть, но занятия, они не приводят человека до конца к крещению. Он этому засвидетельствовал, что ты не думаешь, что у тебя что-то будет так, как ты хочешь. Он это твердо... Дело все в том, что у Игнатия Тихоновича есть такая мысль. Ну, она правильная, неправильная для кого-то, не знаю, для меня она неправильная. Он говорит так, о человеке или хорошее, или ничего не говори. Вот уехала тут у нас одна, все, о ней то ли ничего плохого нельзя говорить, только или хорошее, или вообще молчи. То же самое и епископе. Вот он нам сделал добро, нас не убил и так далее, довел нас сюда, разбитого корыта. Но все равно молчите, плохое ничего не говорите. Хорошее вспоминаем, плохое не вспоминаем. И все так себя и ведут. Ничего плохого не вспоминается. Там этот брат Игорь что-то там задал, какой-то вопрос, в 87-м году, о русском языке. Что ты, что ты это, ни в коем случае нельзя, мы же сказали, что даже одного звука не издадим. Ну и все равно русский язык не разрешили, как таковой. Он не сказал, да, пожалуйста, молитесь. Просто он закрывает глаза. Это терпение его было. Это его, не верите что ли? Это его терпение, что мы на русском тут молимся, читаем. Это его вот терпение, великое, он терпит, он крепится. То есть он, он до мозга костей, такой же в московской патриархии, потому что он сам-то не крещён. Вспомните его баталии с Нафанаилом, которого воскресил Бог в троекратном крещении на время какое-то. Он же ему писал туда, он бы стал его лучшим другом. Нафанаил, у него голова просто светлейшая, он бы как, куда пошёл, он бы уже епископом был с таким умом, как у Нафанаила, и таким дерзновением. И что? На троекратном крещении епископ сказал наш, нет, если человек помочён, это всё нормально, это и есть тоже кропление, всё, и приводит ему пример опять тот же песок. Наш епископ, мы его так нашим называем в общем, но он душой-то он не с нами, его видно было, как он тут сидит, вот так сключится, батюшка выходит у нас как профсоюзный деятель, или коммунистический. Епископ приезжает, никто лишних вопросов не задавайте. Договорились, исполоть вам. Вот это мы, православная община, открытые все, прям разговариваем, демократия. Вот от нас зависит, ничего от нас не зависит, батюшка зашёл, сказал, стою я, что-то только встаю, так, ладно, Игорь, хватит, хватит, а мы с батюшкой, просто прекрасно, вы не представляете, какие у нас отношения, с батюшкой. И я что-то стою, что-то сказать, по делу даже, ну, охота узнать, что там будет. А по какому делу? Дело всё в том, что, когда я сюда приходил, то это было совсем одно. Я такое пережил внутри, когда вот прочитал эту брошюру, что молчанием придётся Бог, и я это принял на себя, я это принял. И вот это для меня как клятва какая-то явилась, что вот жить не по лжи надо, вот всё, до конца идти за Словом Божьим. А тут-то получается, откуда, где какое Слово уже? Одна плоть вокруг, вы зайдите в эти храмы, вы с любым поговорите, с патриархом. Плоть, одна, плоть, плоть, плод, ничего духовного, о высшем никто не говорит. Просто пойти к человеку, подойти и поговорить о Христе, что ты, ты еретик, всё уже. А что плохого я сделал, подойдя, поговорив о Христе, по Евангелию? Татьяне Павловне запретили, сказали, еретик, потому что он с тобой говорит по Евангелию. Вот он, приехал Масленников, к батюшке приехал батюшка, всё, он теперь стал хороший, ничего он не стал хороший, он точно такой же Масленников и остался. Только при вас, он там ехал, ел, там пил, в алтаре он был тот же, только вышел, увидел, что кто-то подошли рядом, они стояли рядом, эти бабушки молились, но вышли и начали читать без него. Это две еретички, всё, они там что-то без меня читают, а кто им дал, это тоже уже кто дал им. Евангелие, стою уже просто, подал сёстрам и увидел из двора, отойти от него, это раскольник еретик, отойти всем, отойти, всё, отойти, никого нету. Уже после того, как ездил, к нам в лагерь, так стал везти. Нет, это я бы рассказываю, какой он был. Да и он такой же, что вы думаете, сейчас бы приехал и по-другому что-то было? Вы верите в это, что ли? Мы же верующие. Ну понятно, только вы мне-то не верите, я тут рядом с вами, вы меня поносите постоянно. Кто тебя поносит, да? Чё говоришь-то? Вот первая сидит, кто поносит постоянно. Игорь, я из любви к тебе. Я тебе говорю про твоих... Ты не представляешь, какая у меня любовь к тебе. Потому что я только и делаю, что вот это всё переношу от вас. Какой только смех тут, посмеялись над моим вопросом, теперь вопросы задаёте до конца. И никто, главное, не может сказать, ну да, так и есть. И давайте, теперь скажите хоть кто-нибудь нам, батюшка, ну скажи, что с нами будет? Батюшка, ну поедь ты, скажи в этом синоде, ну прямо скажи, мы не пойдём в московскую патрахию, дайте нам епископа. Ну и что? Вот он сказал, и дали тебе епископа сразу. А хотя бы сказать, хотя бы сказать. Пускай они глаза вот такие сделают, что там, удивятся или что-нибудь. А то и никто не скажет. Там в синоде то же самое, что и здесь. Я видел там, они не отличаются от нашей московской патрахии ничем абсолютно. Как две капли перцовки и две капли воды. Как хотите воспринимайте. Но я верю в это, потому что Виктор Андреевич, когда он приехал оттуда, я брата просто не узнал. У него были такие глаза, и я понял, что в душу не надо залазить. Он просто это всё переживал себе. У него такое впечатление, как будто он на грани стоял, совесть сожжётся у него или нет. Вот так вот он колебался прям. Сердце, да. Это просто он на себя это взял, вот, поехал туда. Может быть, кого-то покрепче надо было послать, не знаю. Но уж так случилось, всё. Брата надо было послать. Потеряли бы вообще. Я не уверен, что ему бы дали там слово. Он бы горел там, но снова вы его не дали. Не дали, конечно, мереально не дали. Там высчитывают тех, кто горит. Их высчитывают и на подходе ещё уже. Гасят всё у них. Да, там делают так, что это не культурно, не хорошо, там это, ну, надо людей пожалеть. Нет. Там были люди специального назначения, которые у нас называются ОМОНами, по-другому всё. Они вычисляли, у кого с кем есть, какие записывающие аппараты. Всё было сказано. Нельзя снимать, нельзя записывать. Всё. Как заходишь, там вот стоят люди, они смотрят за тобой и уже знают, что ты уже под колпаком. Поэтому там всё так же. Иконы, это икону, как она? Курская. Курская коренная. Они её там, ну, как Бог для них. Вот она вот, они носятся за ней, вот к этой иконе, вот прям, как к Иисусу Христу. Пиар называется по-сегодняшнему, настоящий. Сами же пропиарили её, чтобы все видели, вот у нас Курская коренная. А, она, это, такая мироточивая, да, была? Да, кто там её знает, какая она? Не знаю, мироточивая, но вот... Вы же видели. Ну, я не видел, чтобы она мироточивая. Может, она в какое-то другое время мироточила, в другое время, что, другое дело, что... Я удивляюсь, вошение к этой иконе было, как живому существу. Как у нас корабел. Как живому существу. А мы даже её не увидели и не нашли. Все чудеса там творят возле неё, или творят, вернее, я не увидел. Хочу сказать, в 87-м году... Не произошло. Получилось, как она увидела. Братья, братья, в 87-м году 2,5 тысячи сектантов в Америке пришло в православную церковь, в сирийскую. Они... В антиохийскую пришли. Это называется книга «Возвращение домой». Пётр Гилкинс написал. Он там епископ у них. И вот, как они туда приходили. Они съездили в Грецию, к вселенскому патриарху, там Варфоломей был. Он их не принял. То есть, он не стал с ними якшаться никак. А вот, антиохийский патриарх принял, там Илья был. И в Нью-Йорке их там приняли в Луноцеркви. Но казалось бы, ну всё, наконец-то, правда восторжествовала. И написано, когда они сели и обговорили, как всё, как они видят это, как видит это вот этот митрополит, забыл, как его имя. Сейчас не упомню. Ну, в общем, митрополит. И когда, говорит, мы с облегчением засмеялись, и нас митрополит угостил сигарами. Мы покурили. Вот и всё. Да вы что? Вот так, вот книгу читаешь, и прям так радость распирает, и думаешь, когда же конец, чтобы прям так насладиться это всем. И вот, последние строчки, и как никуда всё. Сатана как издевается над нами. Бороды приняли. Кресты приняли, сектанты. Приняли там это погружение. Что только не приняли. И закурили, говорит, с облегчением. И я вот так же думаю, пыжимся мы, что-то думаем. И вот это должно быть как у Антония, когда умирал этот там святой. И ученики, он говорит, о, вижу, возносится. О, помолимся за нашего брата. Он говорит, нет, он ещё, ещё на пути, ещё подождите. И он там, вот-вот уже при дверях, помолимся за нашего брата, всё, что он уже у Господа. Нет, подождите, он ещё при дверях, сейчас только дверь открывается. Вот двери открылись, мы теперь помолимся. Нет, он ещё не в дверях. И вот двери закрылись за ним, он говорит, а теперь помолимся. Вот теперь он спасённый. Так и у нас нужно. До победного нас Господь будет держать. Вот как любит нас Бог, я чувствую. Я сначала сказал, чем мы при нём провинились. На самом деле мы не провинились. Мы вот делаем, насколько можно правильно всё. Соблюдение канонов, жить не по лжи. Ну, естественно, грехи тут и есть у нас, батюшка, слава Богу, есть. Поэтому так и все плачут, когда сдают грехи, как говорится. И поэтому Господь нас решил проверить. Я так предполагаю. Проверка сильнейшая. Никого. А других что проверять? Они взяли, ушли. Чуть-чуть только надавили на них, они ушли. Чуть прижали, временем даже, и они ушли. Я сейчас перечитаю, читаю, вернее, книгу «Иудиф», где она, молитва этой «Иудифи», вспомните, да? Когда она этих Озию и же с ним укоряла в том, что они, как ты мог сказать, что ты вот через пять дней ты откроешь город и отдашь на... Если Бог не поможет. Да. Что Бог не поможет, если Бог не поможет. Да, условия. Как ты мог высказать такое условие? Богу. Да, Богу, да. Поэтому вот... Не поверите. Почему через пять-то, а не через десять? Так и мы должны, так сказать, верить и не ставить никаких условий Богу. Верить, что Господь нас определит сам в участь нашу. Только нам оставаться верными Ему нужно. Вот и все. Да, мы дошли до такого положения. Вы понимаете, до чего у нас? Как говорит апостол Павел, доводит свои излечения до уже как до безумия какого-то, а потом говорит, никак. Ну и что нам теперь, грешить, что Богу угодить? А то не согрешишь, не покаешься? Никак, говорит. Так и у нас тоже получается. Вот со всех сторон, куда ни кинь, епископ нас бросил. Да Богу смотри. Митрополиты там где-то через океан, не поймешь, никто нас не вспоминает. здесь московская патриархия, здесь московская патриархия, как волки обложены мы. Кажется, ну нету спасения. Ну молимся. И продолжаем жить той же жизнью практически. Видите, сейчас новое благовестие такое, поприще, побольше охватить людей. Господь узрит, говорит. Иегова Эре. Вот даже был этот собор. Ну, собор-то собором. Вроде как присутствовали и миряне там, да, общее заседание, там могли, ну что-то могли сказать там по микрофону, взять микрофон у друг у друга, там они рвали, там очередь там. Ну вот. А потом-то у них еще и были свои заседания и ефирскопские, куда никто из мирян уже не был допущен. И оттуда уже все, потом на следующее заседание вместе с мирянами уже было вот предоставлено. Резолюции. Резолюции, да, были. Так что готовы, принимай. А они могли резолюции только сделать бюрократическое, коммунистическое, профсоюзное. Уже должно быть все подписано. Помните, как у нас были комсомольские собрания? Уже слушал повестку дня того-того. Ну что, Владыка Иларион. Во-первых, Владыка Иларион тоже, он находится там, где своя, так сказать, политическая система. И они должны сообразно этой системе действовать тоже, естественно. Ну и они по большому счету ничем не отличаются от московской террории. я думаю, я думаю, что он как сын этой структуры, ну пусть она другая, несколько отличающаяся от структуры, которая была здесь у нас в Союзе, но по сути своей, они, вот то, что было до революции, все осталось в тех же рамках, но еще дополнилось только действиями Сергия, и все. Так что особых надежд и каких-то иллюзий питать не стоит по поводу этой синода заубежного. Синода, да, возглавляемого человеком, о котором мы только что говорили. Да, нам-то они нужны, не нужны, нам только аммофор их нужен. Так это только они понимают это только. Вот это и нужно, а так мы живем, как-то мы с ними связаны, да никак. Так об этом доречи идет, будет это нам оформить или не будет. Сейчас, Николай, встань, николай, выключатель, я буду говорить выключи, включи, выключи, я постепенно буду брать их сейчас, заберу. У меня там сидит витя, по вирусному делу, ничего пока не сделано еще. Если где-то это от Бога, если это от Бога, то это все устоит, а если не от Бога, то все это разрушится. Так что надо уплывать на землю. Понаблюдай, как я буду брать сейчас их. Так, мои ловушки хорошие. Да, выключай, включай, выключай, включай. Потихоньку. Ой, включай, включай, включай. Вот они как, не успел, но хорошие голоды. Тихо, тихо, пускай так, но хорошие голоды, я побоялся взять. Не очень темно. Так, выключай, включай. Тихо, выключай, включай. Тихо, не шевели и сиди. Нельзя дрогать. Нельзя, ну, включай, выключай. Выключай. Так, на мои голуби хорошие какие. А они сидят и упадут, сейчас я буду брать их. Выключай, включай, выключай, включай. Ой, голуби мои хорошие. вот так, подожди его. Надо сначала убрать воду, наверное, Игнать Игнатьич, а то разольете. Вот, выключай. Игнать Игнатьич, воду уберите, а то разольете в конечном счете. Сейчас, включай. Мои, включай. Выключай. Вот он, мой самый хороший. После него все пойдут, как по маслу. Ну, пойдите туда, хорошие. Щелеку, ну, грочек. Так, включай. Ой, мои голуби хорошие. Да вон, где он сидит, надо лезть и теперь туда. Ну, выключай. Включай. Ой, хорошие мои голуби. Да нисколько не выключай. А там тепло ему. Включай. 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 Ой, хорошие голуби. Выключай. Включай. Опа. Вот они, мои голуби. Да вот они, мои хорошие. Запрещено. Да. Так, еще подожди, включай. Так, минуточку. Так, подожди. Выключай. Включай. Включай. Выключай. Еще включай. Выключай. Ну, выключай. Ты хороший голуби какой-то. Вот он мой такой еще пошел. Выключай, выключай край идут. Выключай. Включай. Хорошие мои головы. Смотри над ними. Сам уже решай, когда выключай. Так, выключай, выключай. Так, ой, мои хорошие головы. Выключай. Вот, включай, выключай. Вот они где. Вот они где, ну, мои хорошие головы, выключай, ну, да, хорошие они, выключай, ой, хорошие мои головы, выключай. А вот и так. А светло не получилось. Включай, 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 ты совсем не понимаешь, что ли. Он же не знает, куда сесть. Так, у меня сколько их там? Три, четыре. Испособление надо какое-то придумать. Семька на гражданке, ловите. А вас сеть, а они потом совсем боятся. Ну, подойдите, не попадайте. Вообще, сюда не записать, нечего. Вот, включай, ну, мои хорошие головы, ну, мои хорошие головы, ну, не надо, выключай. Ну, мои хорошие головы, ну. Вот они где. Пускай, Григорий, выпускай. Ну, вот он где, хороший, выключай. Ну, не бойся, я рядом здесь стою, нисколько не бойся. Выключай, ну. Выключай, скорее включай. Он не знает, куда сесть. Вот они где. Еще себе, у Лася тоже теперь. Труба тепленькая, они нам не зря. А вот теперь уже напугали, теперь брать их очень трудно. Они знакомые все. Детку. Да, мои хорошие головы. Так, как они меня ждут, да. Вот они, выключай, снова выключай, снова выключай, еще раз выключи. Хорошо, мои голоды, молодец, выключай. Подожди. Вы полетите вместе с ними, вперед их еще. Подожди. Включи и выключи сразу. На, кто-нибудь. Держи. Аккуратнейший. Включай, corri撫. Ой, мой, мой. Выключай. Ну, хорошras. Включай. Гуля, гуля, гуля. Гуля моя гуля. Подожди. Подожди, моя гуля вещь. Ну, включай. Гуля моя гуля, нисколько она не боится. Но, гуля моя гуля. За хорошая гуля. Выключай. Нет, это не моё. Сейчас я ищу, что туда залезу. Это вопросы, Надя, вытащила. А карандаш? Чем не твой? Ну, карандаш не знаю. Вот они, хорошие голоды мои. Вот они, хорошие голоды. Вот они, хорошие голоды. На. Вот они, мои голоды хорошие. Вытащай. Ну, да хорошие, ты не бойся, я тебя не трону. Ну, включай, выключи сейчас и не включай. Ещё раз. На, кто-нибудь подойди. Вот они, мои хорошие голоды. Держи, держи. Держи, вытащи. Ну, молодец, какой хорошие голоды мои. Хорошие, хорошие мои голоды. Ох они, мои хорошие. Давайте. Давайте. Так, ещё всё? Ну, вот и всё. Да зато сколько удовольствия было. Какие снимки сделали. Да правильно. Замечательно всё получилось. Ага. Всё. Так, поставь. Сможешь убрать? Замести там крылышко, ещё что-нибудь возьми. И аккуратненько всё, даже, ну, что там есть от них. На одну газетку. А я её голодом отнесу. Воду вылить. И там и полосути. Слышишь? Подлетёте, нет? Да, да. А? Да, да. А где была верёвочка у меня здесь? Вот она. Всё. Хватит больше выносить. О, мои голуби какие хорошие. Вот они как. Ну-ка давайте. Ох они мои голуби. Ох они так. Вот они мои голуби какие. Вот они как. Ох они какие. Вот он какой голубь. Опа. Он улетел. А ну-ка давай вот этот вот. Ну-ка. Ну-ка какой он. Сейчас он полетит. Опа. Ну-ка. Вот он пошёл к верху. Приближай его. Вот он где. Ну и всё. Всё. Замечательно получилось. Затекайте. Продолжение следует...